доброго здоровьи уважаемые посетители канала как правило вы люди зрелые самостоятельные можете разбираться в информации и я сейчас вот как раз приведу примеры кое-что повторим которые показывают насколько люди дружат с головой вот я хочу разобрать несколько комментариев упоминаний которые покажут насколько люди вообще дружат с головой и начну так сказать в начале собственного примера то есть вот такое понятие есть кто прав кто виноват и особенно особенно конечно трудно приходится тем людям в которые в детском возрасте подвергаются будем говорить мнению взрослых людей там своих собственных родителей то есть ближайшего окружения и от этого могут очень и очень сильно пострадать и так начну с себя любимого как говорится кого винить мне было примерно годика три-четыре вот где-то между тремя и четырьмя годами мы поехали с моей мамкой к ее брату у которого была пасека я до этого особо мед и не видел мед естественно сладкий дали немножечко попробовать я там с хлебушком все это дело ел и дядька мой дядька говорит ой что ты это с хлебом мед ешь с хлебом мед будешь есть дома а тут вот тебе баночка вот тебе ложечка покушай ну сколько там его сил но съем наверное но грамм может быть 50 но не более 50 грамм естественно это огромная доза для ребенка от трех до четырех лет была вот произошло как бы сказать парадокс мед естественный продукт натуральный но когда он в огромной дозе он действует как я то есть я очень сильно отравился меня рвало но очень плохо было очень плохо было вот плохо было и вот в связи с этим теперь я вот сижу 70-летний идет 70-й год рассуждаю вот как бы сказать вот кто виноват мед виноват что ли я виноват что ли или дядька виноват взрослый человек который дал такую рекомендацию да ешь ты его там без без хлеба да побольше пасека наешься то есть здесь должна быть какая-то разумность что ну ребенку столько там хватит я в данный момент не свяжусь не на дядьку не на себя не на мамку не на бабушек которые там были рядом что-то там смотрели они что все же были рядом но естественно и на мед не свяжусь но вот вот так вот получилось хотя взрослые взрослые должны все-таки понимать то есть дружить с головой должны быть и вот так сказать с этого предисловие мы переходим к близ 44 55 три часа назад было вот такой вот такой комментарий значит из-за малахова я в детстве чуть не умерла мои родители насмотревшись этого говна по телеку решили мне почистить печень стаканом оливкового масла с лимоном и заставили выпить залпом в итоге мне скорую вызвали ведь поджелудочно 11-летнего ребенка не способны на такие подвиги конечно люди которые уже на канале которые неоднократно чистили печень и которые 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 они естественно видят насколько родители не дружили со своей головой и это все перенесли на ребенка то есть огромная доза зачем 11-летнему ребенку там чистить эту печень то есть сначала надо зачем это делать потом грубо говоря если надо это делать дозировка далее все это делается постепенно а не так что знаете загрузили и все эти как какой-то аппарат и он там сам все сделает ну и дальше дальше выводы идут вот этого человека который уже стал взрослым ненавижу на всю жизнь теперь и не понимаю как его не судили за то что всякую херню можете почитать там слово более крепко на всю страну вещал я найти даже то что как-то это к себе там принимаю я вообще это не принимаю на свой счет почему потому что чистка мной была описана разобрана сделано так как надо ну тут все надо и плюс это ж не моя чистка это все народная медицина но в любом случае любом случае если вот так вот действует то можно легко и просто вместо оздоровления довести себя до летального исхода и тут вот спрашивается человек стал взрослым ненавижу на всю жизнь теперь кого ты ненавидишь кого-то ненавидишь то есть как родители не дружили со своей головой своему ребенку вливая вот эти вот огромные дозы масла лимонного сока я думал да там все там будет и тем самым действительно чуть не не отравил его то есть они не дружили с головой так этот человек стал взрослым он не дружить со своей головой он не понимает что дело не там не в малахове дело не в лимоне не делали не в этой чистке печени а дело в родителях которые вот так тебе тут загрузили и он так и не стал самостоятельно мыслить на всю страну вещал вот видите какая какая так сказать выше произошла ты в результате вот этот вот как бы сказать опыт остался на всю жизнь своеобразной со своеобразной червоточиной в сознании этого человека который его разрушает а теперь вот мне хочется еще разок послушать вот эту вот старушку и немножечко прокомментировать ее немножечко с новой стороны на память я вам хорошее дело подскажу как я дожила до такого большого возраста сколько вам лет но с двадцать седьмого года рождения считай сколько девяносто шесть девяносто шесть значит я была мне было сорок пять лет я была разбитая корыто у меня был остеходроз склероз камни почка бессонница аллергия пищевая вот я значит прочитала но прежде чем она прочитала вот на этом остановимся кто виноват вот если бабушку эту послушать кто виноват что камни почках там аллергия но кто виноват в том что вы что вот это произошло с вами то есть со взрослым человеком кто виноват для себя уясняем ну и далее мне попалась книжка профессора никогоева голодание ради здоровья я ее внимательно прочитала и стала делать так как он советует то есть это бабушка в сорок пять лет внимательно прочитала внимательно прочитала а не сбух ты барахты что сейчас а у стаканчик опа накатим этого масла с лимонным соком и все будет остальное так как надо внимательно прочитала и потом только начинают действовать у нас крови красные кровяные телеса и белые красный разносит кислород а белая пищу и борется с микробами если вы заболели и продолжали идти кушать значит вы кормите не только себя вы кормите эти микробы и что делают эти белые кровяные телеса они такие работящие вы хотите здесь а вы едите и вас кормить надо они начинают рыскать переходят на внутреннее питание а что такое внутреннее питание это клетки которые заболели от больные клетки и онкология например это тоже больные клетки и вот эти больные клетки и снегает их белые кровяные телеса и вы выздоравливаете но голодать надо в общем нельзя голодать без без врачей можно голодать от 3 до 7 дней но кто кто врач вот чтоб у вас был тут собственный врач который за вами следил хотя от 3 до 7 дней это но остальное вы можете сделать конечно в клинике лечебного голодания если уж приспичит вам за голод вы там хорошо заплатите учитесь как надо голодать изучайте свой собственный организм и действуйте а не так что сразу на 45 суток а потом не поймете что с вами случилось тут тоже вот такие же вещи люди не дружат голову они думают что там пока поголодали и так же они там выйдут хотя там голодали неизвестно как в любом случае должно быть разумность у вас разумность вот это вот качество должно быть а вообще я голодала по 3 дня даже не 3 дня а 60 часов вот вечером я покушаю как-то до следующего вечера 24 часа до следующего вечера 48 еще передачу вот тебе 60 часов вот я 60 часов проголодаю а потом нельзя после голода обжираться в общем обжираться надо я ел чай с молочком и с хлебом один день а потом есть что хочешь и вот один раз а при голодании ничего не будете кушать то даже пить при голодании ничего не пить можно а пить но пить его воду можно 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 воду пить даже нужно нельзя организм без воды оставлять нельзя это очень вредно а не есть можно и вот так я лечилась и что вы думаете дожила до такого возраста еще хожу вот так что здесь особенно важно подчеркнуть что когда есть понятие как это работает то избирается наиболее простые но эффективные метод интересно конечно понимать позаниматься в зале там купить абонемент там все это ясно и понятно все это хорошо это разнообразие да там и здоровье но важно это то чтобы вы постоянно делали вот такие вещи которые в оздоровительном плане оказывают наибольшее воздействие на организм а именно они его очищают с помощью голода идет очищение организма с помощью голода идет укрепление иммунитета некое обновление идет и пожалуйста то что не требует никаких денег приносит наибольшие результаты нежели какие-то модные средства способы оздоровления и так далее спасибо долгий свадьбе так это один это голодание второе второе это врач который лечил господавта он пришел к выводу что у молодых 6,5 процентов углекислого газа не кислорода в крови а потом углекислого газа становится меньше и всякие болезни вот эти старшишки цепляются поэтому он советовал это просто конечно детское объяснение болезни цепляются и так далее что делает углекислый газ в клетке клетка представляем собой такое закрытое образование внутри которого идут разного рода ферментативные реакции и оказывается оказывается в зависимости от того насколько эффективно стабильно они идут и стабильно они идут клетка организма находится в здоровом мощном устойчивом состоянии и как раз вот бутейка на основании там у него большой был такой специальный аппарат который там снимал показатели что там в организме происходит вот так вот бутейка как раз копнул с помощью этого аппарата внутриклеточную жизнь увидел что из-за того что концентрация углекислоты там соответствующая в клетке сколько там 6,5 да то это наиболее благоприятная среда для того чтобы все ферментативные реакции в клетке организм состоит из клеток то есть все ферментативные реакции нашего организма шли стабильно и мощно как только концентрация углекислоты становится вот меньше необходимое то что происходит вот эти все ферментативные реакции сразу же начинают у нас угасать а раз они угасают клетка работает не так как надо образуется разного рода там метаболиты которые недоокислились которые недовывелись которые еще что-то и в результате она слабеет а раз она слабеет то она не может уже противостоять и выполнять те функции которые на нее возложены и начинается сначала расстройство организма а потом болезнь и вот эта старушка старушка вот эту вот суть которую я сейчас вам рассказал она уловила и делала теперь послушаем как она это делала знаете так по-свойски но регулярно она вот поддерживала уровень углекислоты таким вот способом он советовал пополнять организм углекислым газом как а очень просто мы выдыхаем кислород выдыхаем углекислый газ поэтому надо задерживать этот углекислый газ как я делаю я делаю уже много лет дыхательную гимнастику утром проснулась глубоко вдохнула задержала дыхание на полминуты до 30 считаю выдохнула и так 20 минут 40 раз подошла что это мне дает это во-первых нормализует состав крови во-вторых если есть диабет то диабет проходит это я почему говорю у меня дача в горах и вот я с тележкой иду одна женщина на остановке вышла дайте я вам по тележку помогу я говорю да не надо я собак смотрю она задыхается больше меня я ей рассказала эту дыхательную гимнастику что задерживают дыхание и забыла прошло сколько-то лет не знаю когда я ковыряюсь на даче она можно вас я говорю пожалуйста что вы хотели сказать я хотела вам сказать большое спасибо у меня был диабет диабет когда что-то пила что пьют диабет я не знаю а потом говорит я стала дышать и дышу два раза это в день перед сном и после сна говорит никаких таблеток от диабета не принимаю и чувствую себя лично вот бесплатное лекарство прослушали мы с вами бабушку эту вот что значит дружить со своей собственной головой из всего многообразия отбирать наиболее эффективные и простые в то же время простые средства и регулярно их применять как голодание и вот это вот накопление углекислоты в организме с помощью дыхания и тогда будут получаться отличные результаты если же мы не дружим с головой это конечно обидно особенно для для детей у которых родители такие и то вам меда дадут целую колоду от которого от этого продукта великолепного можно отравиться то вам дадут для чистки печени 200 граммов оливкового масла как говорится обидно понимаешь обидно понимаешь но когда мы все таки вырастаем надо соображать надо понимать и если хотите и применять для себя любимого а не просто вот так вот жить в каком-то зле раздражении и и непонимании я благодарю вас за то что откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала